И вот мы уезжаем в Солигорск, куда намерены должны были приехать на первый домашний матч после того, как Шахтер взял кубок. Дорога прошла великолепно. Шахтер будет играть в Днепро, а мы везем в Бабло. Ну что, ребята, мы на стадионе «Строитель». У меня коробка, не рюкзак, не чемодан. Идем на вход раздавать кое-что. Здесь 18 рублей. 18 рублей. И так, чтобы было понятно, сумма в честь капитана, экс-капитана Солигорского шахтера, Павла Рыбака, который с пятой попытки взял титул. А у него 18 номер на футболке. Николай, вот у нашей, что у нас малая посещаемость. Она малая, но по сравнению с другими городами она не лучшая. Согласен. Ты должен прекрасно понимать, что я вот, у меня есть абонемент, да, из этих 15 домашних игр я могу посетить только 5. Почему? Потому что все остальные 10, я в шахте, понимаешь? Не на даче, то, что там пишут, пусть мячи, это бред полный, понимаешь? Я в должность человек, у меня уже 25 лет стажа в шахте, понимаешь? Мне каждый год дают эти штуки. И из них я только 5-7 миллионов могу посетить. А я с 83-го на Шахтер хожу, с 83-го года. Хорошо, что я заехал, хоть узнаю от вас, что происходит. Да. И матчи пропускались единицей из-за того, что только на работе получается. И все. Все-таки хорошая была идея надеть костюм вот этот вот, да, и прохаживаться, не раздавая, направо-налево. Ребят, я вам тут привез кое-что. Держите, держите. Может быть, пригодится, держите. Приветствую, с победой в кубке. Так, вам маленький, а вам держите. После... Вот так. Спасибо за сдержанное слово. Спасибо. И удачи интересного. Как я рад, видите? Как я рад, видите, на входе строители. Спасибо. 18 рублей. Спасибо. Спасибо. Вас с победой. Смотреть в кубке. Сдержанное слово. Нет, на обратной стороне они становятся настоящими. О, он говорил, что передаст им деньги. Сдержал слово. Поля приехал, сдержал слово. Человек-сво. Ну, короче, в комментариях. Это от нас. От пацанов нормальных. А это вам. 18 рублей могут стать реальные. Если хотите. Если нет, то на пакет. Хорошего малья. Удачи. Смотри, чувак, у меня шарф шахтера. Я думаю, что... А я не собираю трибутику. Мы в этом выпуске разыграем, который будет. Здравствуйте. Давайте подведем итог. На самом деле, это с одной стороны, конечно, это всего лишь баблишко. Вот. Но с другой стороны, оно же становится реальным в два клика. Бабло в Солигорске. На что договаривались, то и порешали. Шахтер еще раз с победой в Кубке страны. Из Солигорска ныряем по месту нашей прописки на Гекало 7 в Минске. Наша студия импровизированная здесь. Закончился гастрофест. Только что ребята уехали на корпоратив. Мы желаем хорошо отдохнуть им там. Вы приходите сюда, отведать вкуснейшее блюдо. В Солигорске шахтер в тот вечер победил со счетом 3-1 Днепро. Матч оказался, в принципе, для команды Сергея Ташуева, как мы и предполагали, рабочим, победным. Я бы особо затерил внимание на то, что вновь забил Валерий Громыко. Знаете, очень радостно за белорусских футболистов, которые проходят трудности. С честью это сделал Валерий Громыко, который не попадал в состав в прошлом году, который много сидел на скамейке запасных, а здесь заблистал. Вот это пример, как нужно бороться с трудностями, как нужно терпеть, как нужно работать для того, чтобы потом раскрываться. Валерий Громыко забивает. Валера классный парень, мы с ним знакомы. Я, Валера, тебе передаю привет. И радостно, что он вызвал национальную сборную. Я не знаю, Игорь Кривушенко даст ему шанс или нет сыграть против немцев и северных ирландцев 8 и 11 июня. Но он заслужил этот вызов в сборную и вполне может там засверкать новыми красками. Это хороший футболист для нашей обоймы, национальной команды. Если не сейчас, то завтра. Другая история у футболиста из Витебска Кирилла Печенина, который проходит становление, имеет тоже игровую практику. Ему не удалось, его не отпустили минувшей зимой в другой клуб, в частности в Бате. Я имею в виду Кирилла Печенина, еще раз подчеркну. Он стал главным героем противостояния в центральном поединке тура между Витебском и Минском Динамо. Он забил мяч, а затем не забил ключевой мяч, от которого Витебск, собственно, и отталкивался, и от которого проиграл и пострадал. Витебск, Динамо, Минск. Классическая история, когда мы наблюдаем, как клуб с кадровым ограниченным потенциалом не может справляться на два фронта. Витебск забуксовал в этом сезоне по одной простой причине. Он слишком много потерял, он слишком много не добрал игроков, для того, чтобы и в кубке дойти до финала, и в чемпионате не растерять. Вот мы все, что видим сейчас. Витебск где-то в середине турнира на таблице, Витебск проигрывает Минскому Динамо, когда не может реализовать свое преимущество стартовые 30 минут, ну а затем Минская Динамо забивает свое и добивается успеха. Кстати, Минская Динамо вплотную подобралось к тройке призеров, а то ее тут уже было пару выпусков назад, эту команду списал со счетов. Видите, как бывает. Я думаю, что Витебску будет сложно и на летней дистанции, когда начнутся еврокубковые испытания. Этого потенциала не хватит, его вдруг ниоткуда не возьмись не появится. И там начнутся еврокубковые матчи, и там тоже будут страдания. Или в еврокубках, или в чемпионате, а может быть и там, и там. Пример для всех клубов, и собственно история знает таких примеров тоже достаточно. Минская Динамо, процесс, который происходит в этой команде гораздо интереснее, потому что на минувшей неделе произошли все кадровые перестановки. Ушел сначала Перников, генеральный директор, затем главный тренер Роман Пилипчук, ну и наконец сегодня ушел Виталий Булыга. Вместо них пришли Андрей Толмач, Юрий Поклот и Сергей Гуренко, с завтрашнего дня назначен главным тренером, по крайней мере по сообщениям коллег сегодня. Что это все значит в отношении Минского Динамо? Мы задаемся вопросом, что это все значит и что будет дальше? Хотя сага такая поднадоевшая весь, правда? Ну, во-первых, я делюсь исключительно своими соображениями, у меня нет доступа какой-то инсайдерской информации, я не знаю, что это за проект, кто им руководит, помимо кулуарных разговоров, о которых я уже говорил. Мне кажется следующее. Минскому Динамо нужна передышка. Вот когда собственность Минского Динамо от Юрия Чижа пришла к Мингрисполкому, нужна пауза такая своеобразная, чтобы привести мысли в порядок и дела в порядок. Андрей Толмач идеальная кандидатура для того, чтобы привести финансовые дела в порядок. Он помимо того, что человек футбольный, еще с хорошим образованием юридическим, специальным, и опытом работы, соответственно, вот этот аудит Минскому Динамо сейчас не помешает. Юрий Поклад сюда же идет в эту канву, равно как и Андрей Толмач. Это люди, которые не причастны к процессам футбольным, большого футбола. Они пришли из мини-футбола, и это нейтральные люди, они ничем не замешаны, у них нет связи для того, чтобы что-то там развивать. Вот пока на эти полгода оставшиеся такие кандидатуры выбраны, это опять же мое предположение. Что же касается Сергея Гуренко, а кто другой? Вот чем проблема. Знаете, мы всегда отмечаем, что у нас достаточно сильная тренерская школа, но свободных тренеров сейчас не так-то и много. И Сергей Гуренко оказался тем, кто должен возглавить прямо сейчас, навести порядок, игровой прежде всего, или характер команды, да, и доехать этот чемпионат максимально возможно. Ну и Еврокубки тоже впереди у Минского Динамо. Так что это период переосмысления. Еще раз подчеркну эту мысль. Дальше, опять же, мое предположение, где-то к концу года, как все станет четко, ясно и понятно, Минское Динамо наверняка от Мингрисполкома перейдет к человеку, который обладает хорошим финансовым ресурсом, чтобы управлять этим клубом. Вот так вот. Легчайший конкурс вам для разминочки, чтобы веселее было смотреть матч сборных Беларуси и Германии 8 июня на Борисов арене. Отправляйтесь в комментарии, указывайте точный счет этого матча. Мы разыграем три термокружки от букмекерской компании MaxLine. Кто победит, тому и прилетит. Вот видите, я все время с кофе, а вам будет тоже, наверное, приятно. Вперед! Чемпионат Беларуси отмерил дистанцию в 10 туров. Это треть дистанции. И мы видим наверху турнирной таблицы четыре команды, а может быть их чуточку больше, которые не теряют очки, не сбавляют ход. Это Брестская Динамо, это Бате, Шахтер и Ислач. Бате победил в минувшем туре Гомель, хотя были основания думать, что может быть там команда Алексея Баги чуточку забуксует. Не забуксовало. Два красивых мяча Игорь Стасевич, Максим Скавыш, победа над Гомелем со счетом 2-0, 3 балла в копилку и Бате в лидирующей группе. Как бы того не желали недоброжелатели. Бате прекрасен еще и тем, что дал нам хороший информационный повод в воскресенье, когда расторг контракт с Александром Глебом. Вот уж история. Что будет с Александром Глебом? Что вообще происходит с Александром Глебом и его приходом в Бате неоднократным? Уже какой там? Пятый по счету был. Александр Глеб ушел. Куда ушел? И мне кажется, что Александр Глеб этот год еще доиграет. При этом он не уедет за пределы Беларуси, потому что его ждет знаменательное радостное событие, с чем мы Александра поздравляем. Он во второй раз станет отцом в самое ближайшее время. А значит, если продолжит карьеру, то это будет в пределах страны. А если еще сузить, в пределах Минской области. Ну куда он может пойти? Возможно, в Минское Динамо. Возможно, в Жодзинское торпедо. Возможно, еще куда-то. Мне кажется, фаворитом в приобретении полузащитника, приобретении в прямом смысле этого слова, является Ислыч. Это мое предположение. Во-первых, слухи о том, что Ислыч готова взять в свои ряды Александра Глеба, уже ходили. Во-вторых, мы знаем, что Виталий Жуковский в хороших отношениях с Александром Глебом. В-третьих, это Минск, где можно играть. Единственное, синтетика смущает, да, в данном случае. Четвертых, Ислыч, мне кажется, нужен Александр Глеб. Ислыч уже высоко забрала в чемпионате, обыграла Жодзинское торпедо в минувшем туре, героически тогда, играя в меньшинстве практически 90 минут. И вот Глеб на дистанции, конечно, игрок обоймы для того, чтобы на этих высоких позициях задержаться. Но это еще и миджевый ход становления и так далее и тому подобное. Глеб пригодился бы Ислычу. Мне так кажется. Если вам кажется иначе, вы можете заглянуть на сайт maxline.by, там найдете в линии. Как раз таки и выберите ставку, где Александр Глеб продолжит карьеру. Посмотрите, ваши мысли верны. Выберите, сделайте ставку. И совсем скоро мы узнаем, где Александр Глеб продолжит карьеру. Приветики, ребят, хай! Вы просили больше эфирного времени со мной. И теперь у меня появилось на одну минуту славы больше. Я буду задавать вопросы Николаю, которые вас интересуют больше всего. В позапрошлом выпуске была поднята тема по поводу работы судей. Была предложена идея с твоей стороны, чтобы судьи приходили на пресс-конференцию. Это была шутка или эта идея действительно может быть реализована? Ну, идея вряд ли будет реализованная, потому что, в первую очередь, против будут судьи. Насколько я понимаю, по многим прогрессивным вопросам, насколько мне кажется, на протяжении времени не задействована федерация. Она является органом, который проводит чемпионат в Беларуси. И вот к инновациям относятся очень категорично и консервативно. Поэтому это была идея, которую мы можем обсуждать. Может быть, о которой мы могли бы мечтать. Фантазировать чуть-чуть. Или даже фантазировать, да, наверное, более подходящее слово. Но, определенно, судья после матча с кратким комментарием, не обязательно на пресс-конференции, а вообще с кратким комментарием о том, что было и как сделано, это просто плюс-плюс продвижению нашего чемпионата. Слушай, также подписчиков интересует вопрос по поводу первой-второй лиги. Очень часто просят про это больше освещать, говорить. Но как-то вот мало тем про это. Я, наверное, начну с такого самого простого. Вот выдели топ-3 команды на твое усмотрение, на твой взгляд, с первой лиги и со второй. Вот кого ты выделяешь более перспективного в этих лигах? Ну, я в одной передаче сказал о том, что не вижу перспектив развития арсенала из второй лиги Дзержинского. Но база там действительно приличная. Команда сейчас идет на первом месте, уничтожая всех соперников, исходя из того подбора исполнителя, который есть сейчас. И эту любительскую лигу, конечно, они должны прокатывать на одной ноге. Потом я чуть дочитал, да, доанализировал все, что происходит. Могу сказать, что, в принципе, на данный момент Дзержинский арсенал выглядит перспективно. Не знаю, к чему это все приведет, но выглядит перспективно, да, на начальном этапе. Страдает и мой родной клуб «Молодечно». Хотя идет сейчас в числе лидеров, но вот последнее поражение случилось домашнее. Я, честно говоря, не очень верю в перспективы, что «Молодечно» получится выстроить что-то грандиозное. Ну и любопытно наблюдать за командой, которая стала креативить, опять же, из Молодеческого района. «Андердог» — это поселок Честь. Я, кстати, там играл даже на этом поле. Как-то в свое время. Играл в свое время. Вот забава. Это не шутка, да? Это не шутка. И там тоже вроде как появился инвестор из России. Может быть, из этого тоже что-то получится. Это что касается второй лиги. С первой все понятно. Это клубы, которые должны выходить в высшую лигу. Это «Смолевичи», это «Белшина», и это «Рух». Это три команды, на которые стоит обратить внимание. Потому что они и по классу, и по уровню, и по задачам годятся в то, чтобы выйти. В остальных я просто не верю. В силу разных причин. Если хотите, там «Нафтан», «Лида» и так далее. Такие города, как Новополоцк, «Лида», прежде всего, зависят не от тренера, не от команды, а от городских властей. Готовы ли они взять на себя финансирование высшей лиги или нет? Я думаю, что нет. И один из самых популярных вопросов, который интересует подписчиков. Будут ли выпуски дольше, либо будут они короче? И есть ли в этом смысл? То есть делать их чуть дольше. Есть ли смысл бытия вообще, да? Да. Хорошо. Слушайте, но за первых 10 выпусков мы, конечно, анализировали всю статистику на YouTube-канале. Сами по впечатлениям тоже сверялись, да? Короче там или длиннее. У нас несколько выпусков было по полчаса. Исходя из наблюдений, исходя из цифр, которые дает YouTube, собственно, по просмотрам видео, сошлись на том, что вот в районе 20 минут это такой оптимальный вариант для наиболее, скажем, общей, такой широкой выборки аудитории. Понятно, что иногда тем достаточно и просто в 20 минут или в 15 не вложиться. Ну, я думаю, что меньше 20 не будет, это точно, но и затягивать тоже нет смысла. Ну что же, а чтобы моя минута славы жила чуточку дольше, я хочу, чтобы вы еще активнее задавали вопросы, писали свои утверждения, комментарии. Самое интересное я буду адресовать Николаю, будем получать ответы на них. Ну, конечно, а самое креативное выберу лично я, и за это вы получите определенные бонусы и плюшки. Лично буду за этим следить. И тема, которая будет жить вечно в наших краях, о ней первый заговорил в этом году главный тренер городей Сергей Яромко. Он заглянул в гости к энергетику БГУ, который играет на своем поле, на поле с искусственным покрытием, не лучшего качества. И Сергей Яромко отметил, что в 3 часа дня играть на таком поле в июне невозможно. С тренером невозможно не согласиться. Ну, потому что 15.00, нам-то и по улице ходить жарковато, не правда ли? А тем более ребятам играть, да еще и на искусственном поле. Но тема такая интересная, животрепещущая и дискуссионная по той причине, что здесь вступает конфликт интересов непосредственно игроки, тренеры. Ну, то есть команда с другими факторами, с болельщиками и зарабатыванием денег. Во-первых, я чрезвычайно рад, что матчи начинаются в разное время и не накладываются один на другой. Почему? Потому что Эдуард Васильевич Малафеев, которому накануне, кстати, исполнилось 77 лет, и мы поздравляем мэтра нашего тренерского цеха с днем рождения, желаем здоровья. И вот он как раз-таки всегда отмечал о том, что игра для болельщиков. То есть, если мы сейчас в два клика можем включить любую трансляцию, а у нас достаточно людей, которые смотрят много матчей и хотят увидеть полностью, да, чтобы они не пересекались друг с другом, логично, чтобы их развести по таймслотам разным. Логично ведь, правда, да? Мы для болельщиков играем. Второй момент. Белорусская Федерация Футбола заключила весь контракт, причем многолетний, с зарубежными букмекерскими компаниями, для того, чтобы тоже все матчи шли в прямом эфире и были разведены по разным таймслотам. То есть, это второй фактор в пользу того, что матчи должны играться так. Ну и получается, что, еще раз подчеркну, конфликт интересов. С одной стороны, болельщики, деньги, с другой стороны, некомфортные условия для проведения матчей для футболистов. Здесь Сергей Еромко напирал, конечно, на то, что это поле с искусственным покрытием, и там надо, может быть, играть вечером. Здесь, может, надо сделать поправку, когда составляется календарь. Но, с другой стороны, какие вопросы? Вот мы в очередной раз этой темой коснулись, и в прошлом году об этом шли разговоры, и мы ее, собственно говоря, закрываем. Я единственный момент только оставлю здесь. Тема бизнеса. Ну, там маленькие деньги. По-моему, за годовой контракт Ассоциация БФФ получает что-то чуть больше 300 тысяч долларов. Если их разделить на 16 клубов высшей лиги, то для них это, конечно, пшик. У каждого больше полмиллиона долларов на год бюджет. И что им дадут там эти условно 20 тысяч? Ну, ничего. А играть приходится вот в 3 часа дня. Но, опять же, болельщики. Поэтому тем клубам, которым не повезло, и приходится играть днем, приходится играть в жару, нужно терпеть две команды в одинаковых условиях. А если что-то не нравится, то для этого есть межсезонье, где все представители клубов собираются и утверждают правила, по которым нужно играть. И если уж минувшей зимой собрались, утвердили, то чего уж тут задавать вопросы. Если вы досмотрели до этой минуты, я вам аплодирую. Два объявления. Во-первых, мы пропустим следующий понедельник. Вам надо отдохнуть, нам надо отдохнуть. Сборная Беларусь сыграет против команды Германии. Я обещаю в воскресенье выйти в нештатном режиме для того, чтобы порассуждать об этой встрече. Ну и, соответственно, подумать, что будет в матче против Северной Ирландии. Более того, второе объявление в баре «Ребро» на Гекало-7. Я предлагаю вам собраться, всем подписчикам, всем, кто смотрит это видео, и посмотреть вместе игру сборной Беларуси и Северной Ирландии. Если вы не едете 11 июня на Борис Фарену, давайте соберемся здесь. Поедим мясо, попьем кваса, пообщаемся и поболеем за команду Игоря Кривушенко. Сейчас мы поговорим о договорных матчах, которые присущи не только белорусскому футболу, но, как выяснилось, и итальянскому чуточку ранее, а теперь и испанскому. Наверное, вы прочитали все новости о том, как там раскрыта группа людей, которая занималась договоренными матчами, но не в испанской примере, но в Сегунде, по крайней мере, в других лигах. Дмитрий Краснодубский, аналитик букмекерской компании «Макс Лайн». Сегодня мы не даем прогнозы, говорим на серьезные темы, возможно, они будут полезны вам, для того, чтобы понять, как устроена букмекерская компания и какое она влияние имеет на процесс, который происходит в футболе. У меня давно интересовал вопрос, зачем вы даете линии на любительские турниры или даже на вторую белорусскую лигу, где любительская команда участвует, ну и так или иначе, есть желание собраться с друзьями и сыграть на контору свой матч, да? Да. Я тебе так скажу, мы даем даже не только вторую лигу, а в принципе на любительские соревнования, там чемпионаты Минска, например, или какого-то другого областного города. Это дается прежде всего для популяризации вот этого чемпионата для второй лиги. Только у нас, в принципе, можно поставить на вторую лигу. Очень трудно сыграть там договорной матч, дело в том, что все упирается в лимиты. Вот эти вот низшие лиги, это называется как смол-маркер. Итак, договорной матч можно сыграть, но ты от этого мало что поимеешь, да? Да, да, то есть сыграть можно, но проставить какую-то сумму в букмекерской компании на такую лигу это не получится. Это крайне малая вероятность, что такое произойдет, и какая-то букмекерская компания примет большую сумму на вторую лигу чемпионата Беларуси. И то же самое касается любительских лиг. То есть, как правило, все матчи договорные организовываются в высших лигах либо в тех, в общем, где можно проставить крупную сумму денег. Окей, букмекер заинтересован в том, чтобы договорных матчей не было. Это я еще раз проговорю, потому что главная пострадавшая сторона как раз букмекерская компания, которая должна выплачивать деньги по ставке, казалось, театральной, да, скажем так. Так, вы, когда смотрите, как проходят матчи, вот ты, допустим, курируешь белорусский чемпионат, высшую, первую, вторую лигу, если не можете обыграть букмекерская компания MaxLine, вот этого человека конкретно, есть факторы, которые ты отмечаешь, что что-то здесь нечисто? Это факторы, в принципе, для всех букмекерских компаний. Есть мировой рынок всех букмекерских компаний, то есть коэффициенты, в принципе, все более-менее у друг у друга похожи. Падение коэффициента – самый главный фактор, то есть, например, по стартовой линии на победу одной команды был коэффициент, например, 2 и 3. Давай на конкретном примере каком-нибудь разберем. Я тебе так скажу, есть те же случаи, когда букмекеры ошибаются. Вот субботний матч, давай возьмем Витебс-Динамо-Минск. Падение коэффициента на Динамо-Минск было сумасшедшее. Изначально фаворитом вообще шел Витебск. Там фора 0, на Витебск был 1,65, а к матчу уже 2,2. То есть, получается, фавориты поменялись. Ход матча давай дальше смотрим. Вроде как Витебск забивает на седьмой минуте, уже выходит вперед 1-0. И на 43-й минуте Хубутия, тут даже слово «привозит» не подойдет. Это как будто сам себе поставил точку в ворота Витебска. Счет становится 1-1, и дальше уже Динамо-Минск побеждает 3-1. Любой журналист сейчас может зацепиться и сказать, что есть подозрение о договорном матче. Коэффициент упал, странный пенальти, команда резко вдруг проиграла со счетом 3-1. Но кто это может утверждать? Никто. То есть, это всего лишь подозрение. Еще, например, такие факторы, как играет команда 1-1 в лайве, то есть, коэффициенты по ходу матча. И на 85-й минуте на победу одной из команд коэффициент 1,5. В принципе, нелогичный коэффициент, которого быть не должно. И тут, на 92-й минуте эта же команда, как и нужно, по сценарию выигрывает. Вот, прежде всего, на этих подозрениях букмекеры и основываются. Но мы же не выносим вердикт, мы только можем дать толчок для развития к этому делу. Давай еще раз проговорим. То есть, вот матч Витя-Динамо-Минска, это не утверждение, а это просто подозрение, что все сложилось, коэффициенты плюс ход игры сложились так, чтобы вызывать подозрение. Между подозрениями и уверенностью, что действительно было что нечисто, какая дистанция, что еще должно произойти? Ну, я думаю, это сценарий все-таки матч. Это договорной матч, все-таки его легко увидеть. Но, опять же, это не букмекеры этим занимаются. Есть специальные люди, может быть, должен быть какой-то комитет по борьбе с договорными матчами, который должен контролировать и наша ассоциация белорусского футбола. И уже знающие, понимающие люди, которые, в принципе, пересмотрели миллионы матчей футбола, они поймут, это матч по сценарию, либо это честная игра. Если ты хочешь спросить мое мнение, то я считаю, «Витебс», «Динамо», «Минск» — это все-таки честная игра. И этот привоз от «Хубути» — это скорее показывает уровень игры «Хубути», нежели договорная игра. Поэтому букмекеры только дают толщок для развития. Но сами вердикт никогда не выносят. Ты веришь в то, что белорусский футбол, несмотря на первую волну вскрытия договорных матчей, которые уже пронеслась, несмотря на то, что вроде как, по моей информации, в июле вскроется и будет вторая волна вот этих договорников, которые прошли, что в белорусском футболе никогда не будет договорников? Никогда не говорит «никогда». В принципе, это ожидать можно не только в белорусской лиге. Это можно даже ожидать и в топ-чемпионате. Но, естественно, вероятность выявления договорной игры в топ-чемпионате намного ниже, потому что там большие деньги получают футболисты. У нас-то все, в принципе, упирается в деньги. И можно договорной матч организовать по, можно сказать, какому братскому принципу «вы нам вот сейчас дадите 3 очка, а мы вам вернем потом, так как вам сейчас ничего не нужно, а нам нужно, а потом мы вам это все вернем». Но сейчас, вот на данный момент, все договорные игры практически организовываются для того, чтобы заработать легкие деньги. Все упирается в общем деньги. И даже все эти матчи, которые под подозрением находятся сейчас в договорных играх, это, в принципе, Кубок Беларуси, там, по-моему, и Высшая лига, потому что большие лимиты, потому что можно поставить деньги. То есть нет подозрения по второй лиге, потому что на вторую лигу никак не поставить большую сумму и не заработать. Я считаю, что все упирается в деньги, и ждать можно чего угодно. Ты думаешь, легко организовать договорную матч? В футболе, я думаю, чтобы организовать матч, это не обязательно подкупать всю команду. Ну, это же пять человек, я думаю, хватит для того, чтобы раскатать нужный сценарий. Я думаю, на самом деле это нетрудно. Букмекерская компания «Макслана» страдала от договорных матчей? Естественно, мы в стороне не остались, как и все букмекерские компании. От любой договорной игры страдают, потому что матч-то проходил в несчастной борьбе, и любые потери, абсолютно любые, пускай это будут большие, небольшие, но это потери, которые букмекерская компания «Деньги» потеряла в нечестной борьбе. Дима, спасибо за беседу, мы за честный футбол, для того, чтобы на стадионе смотрели настоящую игру, не думали о подозрениях и не думали о договорных матчах.